Пастор Артур, вы переехали в Америку? Если туда приезжают, значит за деньгами пришел. Парень подходит и говорит, пожалуйста, начните здесь церковь. Мы погибаем без церкви. Почему вы решили церковь открыть именно там? Я решил, где дьявол, там я. Если будет это Афганистан, я пойду в Афганистан. Война была, хоронил парней. Я никогда не оставлял Армению, когда был голод. А вы собираетесь выходить на пенсию или нет? Боже мой, какой же я старый. Пасторы это одинокие люди. Почему, если интервью снимают с пастором Артуром, там много просмотров? Почему, если церковь открывает пастор Артур, там сразу все забегают? Дорогие мои, всем привет! С вами Жасмин Рюховская и вы смотрите проект Чай с Жасмин. Сегодня на чаепите у меня в гостях человек, с кем видео на этом канале выходило уже, по-моему, 4 или 5 раз. Нет, этот пятый. В гостях у меня... Да-да, именно пастор Артур Симонян. Здравствуйте! Привет, дорогая! Я так рада, что пью чай снова с вами. И чаепитие мы снимаем не потому, что у нас нет больше материала, чтобы выпустить. У нас 15 видео примерно на продакшене, а потому что я очень люблю с вами общаться. Я всегда рада услышать вас, потому что от вас выходит всегда мудрость, у вас можно всегда учиться. И я знаю, что в вашей жизни сейчас много что изменилось. И также самый главный повод, почему я хотела с вами снимать интервью, потому что в последнее время мне почти все задают вопрос. Пастор Артур переехал в Америку? Это правда? Такой вопросительный знак. И я хочу сегодня начать этот выпуск именно с этого вопроса. Пастор Артур, вы переехали в Америку? На самом деле я не знаю уже, где я живу. Где я живу. Я и в Армении служение не оставил полностью в виду. И, наверное, мы придем к этому, я расскажу, как получилось, что в Америке я церковь начал. И это как-то новое время и новая ответственность, которую я взял. Господь меня просто ввел. Мы об этом будем говорить сегодня. Тогда давайте начнем сначала. Как получилось, что вы оказались во Флориде? И почему вы решили церковь открыть именно там, в самом теплом, красивом штате Америки для меня? А, для тебя самое красивое? Потому что, ну, она классная, она красивая. Но начну с того, что я не люблю очень солнце, я не очень люблю море. И Господь, наверное, и выбрал. Что интересно, что все мои друзья, это весь Кост больше, там, и начиная с Лос-Анджелса до Сиэтала, везде я служу, везде приглашения есть. И это была как бы моя база служения. А Флорида я никогда не планировал. И все начиналось от того, что у меня была открыта операция сердца. И когда была открыта операция сердца, и один парень, который приехал сюда из Америки, Виталик его зовут, и он мне сказал, что, Артур, смотри, все сердечные, у кого сердцем проблемы, идут во Флориду. У меня есть там дом, давай поезжай туда отдыхать хотя бы неделю, просто там быть. Вот в этом неделе и все, 10 дней или больше там, вот это и там и все начиналось. Там я никого почти не знал. Что интересно, я не люблю купаться, но в принципе для меня, знаете, что я купаюсь, в тот день у нас было крещение, у нас было крещение во Флориде, мы больше 20 человек крестили, и я зашел в океан, и вспомнил, что ко мне началось вспомнить, что я второй раз всего лишь в океан захожу. Мне не нравится это соленое состояние, потом выходишь, это пильно тебе, еще солнце сверху прямо в голову, ты просто соленый, весь грязный, еще солнце, Ну я обожаю это состояние. Но это не мое, это не мое, но я очень люблю, по берегу гулять, наушники одеть, гулять и молиться. И вот так я молился, и сошел на меня Дух Святой очень сильно. Но давай начну, здесь остановимся, просто как в фильме, вот я гуляю, просто кадр, машина, время, сядем, поедем просто чуть-чуть назад полгода. Что произошло? Было очень серьезное состояние у меня, потому что, ты знаешь, мы пережили войну, мы пережили всякие гонения. Это служение, мое служение, 30 лет гонения. Наверное, сама знаешь, что и газеты, и телевидение, все всегда работало против меня. И мое имя, наверняка, в Армении все знают уже. Кто-то хорошо, кто-то плохо. И придумали, выдумывали всякие фильмы. Плюс бремя людей, которые носили, у людей не было денег, мы пережили очень экономически плохие состояния. У людей денег не было, гроб покупать. Когда человек приходит и говорит, пожалуйста, помогите, у меня мама умерла, а гроба нету, денег нету, чтобы гроб покупать. И такое состояние тоже мы пережили в Армении. Когда у людей не было хлеба, ничего. Ну, сейчас, слава Богу, уже другая Армения мы видим. Но это все мы переживали. Когда COVID началось, мы очень сильно проповедовали Евангелие. Конечно, война, а COVID много, их людей хоронили. Но плакало очень много. Но как-то сердце не выдержало. И получилась у меня операция сердца. И после операции я был в реанимации. И когда я лежал в реанимации, и такое ощущение было, что кто-то пишет передо мной слова. Какая-то рука пишет, «Моя бремя легкое». И знаете, знаешь, вот где-то три дня реанимации, и постоянно это у тебя в голове крутило, «Моя бремя легкое». Я знал, что это Бог. И я начал думать про свою жизнь. Господь. Точно. Вот бывает, человеком три года работаешь, два года, чтобы потянуть, но человек так же остается. Насколько верно? Отдать тебе руки и взять бремя. Зачем взять трудное бремя, если ты не можешь что-то делать? Обычно мне как патриоты, знаешь, что до конца надо идти. Но зачем делать, если у тебя ничего не получается? И вдруг такое ощущение было, что Бог мне задал вопросы. Даже это Бог был, или атмосфера была, или просто моя память. Я не знаю, как было, но это было серьезное время реанимации. Я начал видеть свою жизнь. Как я живу, куда я пришел. Я посмотрел на мой график, на приглашение, которое меня приглашают проповедовать. Где-то больше трех лет я имел приглашение. Если все приглашения вместе взять, я три с половиной года мог бы просто ездить. Это была Европа, вообще все страны Европы. Это была Америка. Если в Америке все приглашения отвечают, что я должен пойти проповедовать, мне надо было просто год там быть, чтобы суббота, воскресенье, воскресенье служение там служить. Но в принципе, здесь служение церкви, все уже улаживается, все хорошо. Я тогда понял, что это мое падение. Если я возьму это время, я упаду. Знаешь, любой служитель приходит в кризис популярности. Или, если тебя знают, приглашают очень много места. И делаешь одну проповедь или две проповеди, и начинаешь ездить там, там, там. Понимаешь, это не то времена, когда приезжаешь куда-то в древние времена, на улице спишь. Это когда первая церковь была. Это хорошо, когда ты приезжаешь, они как гости тебя принимают в хорошем месте. У тебя хорошая пища, все хорошо. Проповедовал, потом уехал в другом месте. Это очень большой труд, конечно, лететь, сколько проповедовать, но нет ответственности. Часто люди смотрят на людей, которые путешествуют и проповедуют. А они смотрят своего пастора. Но намного тяжелее пастора. Поймите, это пастор, каждый воскресенье должен писать проповедь, дать слово церкви. Вы даже не представляете, как оно сложено, это все. Без Бога это невозможно. Но люди замечают проповедников, которые едут проповедовать. Туда приезжают, туда приезжают, туда приезжают. И вот, я думаю, все труды, это труд. Мы должны ценить всех. И я понял, что у меня сейчас шанс открывается просто ездить проповедовать. Мне 56 лет. Смотри, у меня церковь готова. Уже все прошли. Офис хороший. Машина есть, дом есть, все есть. Надо просто сидеть и заниматься церковью. Ничего нового не начинать. И это время, когда я увидел, что это красная линия, что я могу пройти эту красную линию, и стану простым, и я убью то помазание, которое во мне есть. Я буду ездить, только проповедовать. Тогда в больнице это был завет перед Богом. Никто, никого там не был в середине. Был я и Бог. Я сказал, Господь, я готов вся популярность, если я, хотя не считаю, что какой-то популярный, но люди приглашают, все это то, что есть, пожертвовать Тебя. Если ты мне скажешь, где-то церковь начать, я начну. И Мислер даже сказал, если будет это Афганистан, я пойду в Афганистан. Главное, чтобы оставаться в том атмосфере, чтобы быть. И что интересно, это время мне предложения, приходили предложения большие с зарплатами в Америке быть с епископом, служителем, мои помощники, свидетели. Бог говорил, откажись. Я отказывался. Они были хорошие люди, классные люди. Они предлагали, хотели пробуждение, но это не было, не мое было это. И когда, сейчас возвращаемся во Флориду, и я шел по берегу, вдруг Господь сошел на меня, говорит, ты же мне обещал? Я говорю, да, Господь. Говорит, я хочу, чтобы ты церковь, вот это место, где ты церковь начнешь. А я никого не знал. Только в одной церкви, 50 церковь, хорошие люди, я там служил один раз. Я, если знал бы, что я буду служить, там тоже не проповедовал бы, чтобы как-то замешательство не делать. Но я туда пришел, проповедовал, я не знал об этом. И когда, мы с Люсей уже выходили из, Люся тоже не знал, что Бог мне сказал, потому что она была далеко, парень подходит и говорит, пожалуйста, начните здесь церковь. Мы погибаем без церкви. И с этого момента очень много людей начали подходить и говорить. Люся говорит, что происходит? Я говорю, Люся, такое-такое. Она такая, как это ты представляешь? Как это новость, жизнь начать? Но если вы хотите знать, это не то, чтобы всю жизнь или мечтали жить в Америке, все наши родственники живут в Америке. У нас здесь никого, ни у меня, ни у Люси, нету родного. А тем более, во время ковида, когда я лежал в больнице, это был самый сильный удар в моей жизни. Моя мама и папа умерли в Америке. Они уехали и ковидом заболели, и там умерли. Это было что-то. У меня операция сердца, они умирают, и я кричу Богу, Бог, и Бог говорит, у них большой дверь открыта, поэтому много атак. Я знаю, мама и папа на небесах. Они очень хорошие люди, они хорошие веруши. Я знаю их. Они сейчас наслаждаются там. Все равно мы живем небесами. Порой, когда говорят, слушай, ты такой простой остаешься, почему ты не гордишься? Я говорю, слишком много кладбищ, чтобы гордиться. Слишком много вещей рядом с тобой происходит. Война была, хоронил парней. Когда хоронил пятого парня, я, ну, они в армии служили, из церкви. Я видел, и уже я не плачу. Я кричал Богу, Господь, прости меня. Я не хочу, чтобы ожесточить мое сердце, чтобы сердце стало каменным. Верни это состояние, что я плачу. Начинаешь привыкать к этому времени. И вот когда я молился, думаю, Господь, а как будет Армения? Бог сказал, будешь и здесь, и там я дал тебе силу. Я дал тебе возможность. Я дам тебе структуру в Армении, которая без тебя будет сильно работать. Ты поднимешь новых проповедников, многих людей. Сегодня у нас не вертикальное управление, от нашей церкви, у нас горизонтальное управление. Каждый идет своим путем, никто никого не мешает. Сейчас я приехал сюда, из Америки я приехал, я здесь служу, церковь выросла, церковь стабильна. Я думаю, если церкви, пастор уходит из церкви куда-то, и церковь просто идет назад, значит, неправильно было построено что-то. И вот так я оказался там, и начал группа. Интересно, что вы не испугались потерять стабильность. Вы сказали хорошее слово, стабильно все. Да, здесь реально я вижу своими глазами, я здесь тоже выросла в церкви, я вижу, что все стабильно, все хорошо, вы все уже построили, все спокойно, ничего делать вообще не нужно. И вы не испугались потерять эту стабильность. Знаешь, думаю, человек должен быть Богозависимым. Все равно стабильность не от нас зависит, а сколько мы надеемся на Бога. Вот вопрос. Во Флориде Господь благословил мне людей, там знал пару семей, я знал, с ними встретились, ну, конечно, они всегда со мной, очень близкие люди ко мне. И мы начали такие домашние группы, с первым, никто не знает, думает, все, я приехал туда и начал церковь. Во-первых, я ходил по большим служениям церкви, по большим служителям, епископам и получал благословление. Они благословили. Я знаю, как красиво зайти туда. Я даже пастору тоже церкви, которая есть там, хорошая церковь, к нему тоже пришел, рассказал. Не так, что я людей не обращаю внимания, но благословился. Братья меня благословляли на это служение. Никто не сопротивлялся. Потом мы начали домашние группы. Я через Zoom шесть месяцев я сказал, я не буду на эмоциях строить церковь, сказать, вот, начинаем церковь и сразу зал снять. Нет, шесть месяцев мы вели домашние группы. Сюда молодежь приехал, мы имели хорошее время с ними, уехал. И наши домашние группы начали расти. Это было сильное просто доказательство Божьего присутствия. Я здесь ночами почти не спал каждую неделю, где-то четыре часа ночи у меня начиналось до шести или шесть, до восьми начиналось. Я проводил Zoom тренинги и ячейки начали расти домашней группой. Мы там называем его лайф-группой. И потом, после этого я уже поехал туда и что интересно был, я должен был приехать туда первого числа октября, до сих пор помню. И мне звонит Стас и говорит, ты правильное время приезжаешь, будет ураган. Сейчас объявили, что будет ураган. Я говорю, когда? И там, по-моему, если я не ошибаюсь, 26-го или 27-го был, ну, после 20-го был, я поменял билет, чтобы на урагане быть там, чтобы быть в церкови. Когда приехал, даже друзья все звонили из Калифорнии, из других местах, говорили, что ты там сидишь, приезжай сюда. Кстати, я скажу, это в Америке мы тоже церковь начали, Калифорния, Лос-Анджелес, это стабильная, хорошая церковь, я мог бы там быть. Алекс мне, Качарян, приглашал в Саут-Каролай, говорит, пастор, приезжай сюда, там будет ураган, Бог говорит, нет, оставайся там. И было время, начался ураган. Это было сильно. кому-то страшно было, я просто хотел с окна смотреть, но дело в том, что у всех окна до урагана все переварили какие-то железы, и все закрыты были окна, чтобы окна не сносило просто ураган. Открывал дверь, и когда дверь открываешь, буквально за пару минут, у тебя весь вода внутрь приходит. Но я смотрел, она когда, вот это как будто такая сильная, а знаете, это не симфоническая музыка была, это было как будто реквейм какого-то большого композитора, когда дождь прекращается, потом опять сильно становится, ветер приходит, уходит, и вдруг я чувствовал в моем сердце, а что если я кофе буду пить в урагане, ведь никто еще не пил кофе. Я был у Виталика дома, говорю, Виталик, давай выйдем, сядем, будем кофе пить. Мы пошли, стулья поставили, взяли стаканы, Надя уже на нас снял. Ну просто прикалывались, такое, знаете, ничего специального поставили в интернет, а буквально через час и интернет ушел, отключили интернет, не было света, не было ничего, но у меня же был опыт еще с Арменией, временно такой, 90-х, без света, без ничего. Ну, хорошее время провели, мы молились вместе, все, но я не знал, что это время, когда я ставлю и кофе пью, кого-то поможет. И вдруг женщина мне рассказывает, говорит, знаете, я был в страхе, когда я видел в Инстаграме, что вы сидите в Урагане, пьете кофе, я сказал, это мой пастор, я буду членом этой церкви. Можно сказать, мы пили, там сидели с чашкой, а церковь начала расти. С этого момента мы потом собрались вместе, уже нашли первую гостиницу, в одном, амышевском гостинице, начали первое служение. И сейчас очень много вещей там делается, мы создали каждый день молитвенное служение там. Люди утром могут прийти помолиться. Очень много свидетельств, как на молитве люди внутреннее исцеление получают. Разбитый приходит, внутреннее исцеление получает. Я рад, что такую атмосферу мог построить. Знаете, моя дочка Анна, когда болела, ну, ты была ее подружкой, ты приезжал к ней. С первым помнишь Греция, мебели в Греции. Я не помню, ты в больнице была там? Была. Была. Но первом этаже в этой больнице была молитвная комната, которая открыта была 24 часа. Я проводил очень много времени 24 часа в этом молитве, но не всегда там был. Приходил, частично молился, уходил. И когда переехали уже в Германию, в больницу уже перевели в Германию, она лечение там получала. Я летел много проповедовал. В Армению приезжал туда, но я всегда хотел место молиться. В аэропортах, в интернешнл аэропортах всегда была комната, где можно молиться. Конечно, она не христиан принадлежит, там и мусульмане молятся, и буддисты, но это молительная комната. Я приходил, молился. И когда я сейчас был во Флориде, а в Флориде очень много церковных зданий, я моего помощника в молодежной части, Толика, сказал, Толик, давай посмотрим, поедем, посмотрим, какая церковь открыта, чтобы помолиться. Все церкви закрыты, утром рано. Одна церковь открыта, даже внутрь не пустили, говорят, у вас appointment есть, у вас встречи есть. Мы говорим, нету, говорят, ну, у нас нету сегодня молитвы. Мы не могли попасть в молитву. И я понял, что больницы, аэропорта уже определили церковь. Понимаете, сегодня понимание церкви, это воскреснее служение, прославление, поклонение, проповедь, и все на это закончилось. Но мы же понимаем, через пять лет, десять лет этого уже не будет. А вот духовная часть церкви останется. Сегодня просто на платформе кто-то проповедует, все приходит. Ну, я хочу там построить, и здесь у нас уже построено. Там хочу построить вот это духовное состояние, молитвенного, духовности. Вот то, что я хочу делать, и сейчас школы создаем, чтобы добиться до этого, быть просто примером. Но там очень сильное присутствие. Я помню, перепью вас, я помню, одно служение было, где крестились духом, даже дети, я помню, девятилетние, десятилетние дети просто крестились и начинали говорить духом. Очень сильное служение у вас. У нас была молодежная конференция, и я захожу туда, у нас были служения, которые до 12 не могли закончить. Я захожу, молодежь, больше ста человек, больше ста человек на полу, рыдает, плачет, сотовые телефоны валяются. Я стою, говорю, вот это я хотел. Не запретить сотовые телефоны, не запретить социальные сети, а просто, что им это не нужно, они выкинули и Богу молятся. Это очень классно. Потом, к сожалению, не знаю, почему люди из нашего континента по-другому смотрят. Если туда приезжают, значит, за деньгами пришел, деньги зарабатывать. Такие слухи начали распространить. На самом деле, меня приглашали другие штаты на работу, но я отказался. когда Господь пришел прямо на берегу со мной говорил, Он сказал, зарплату получать не будешь, я буду тебя содерживать. Тогда я понял, это Божий сайн, это Божий знак. Наша церковь является волонтерская церковь. Начиная с пастора, до конца никто зарплату не получает. Бог сверхъестественно содержит нас. Это слава Богу. Вау. Вы знаете, вы сказали, что в трудные времена вы пытаетесь находиться рядом с церковью. Это так сильно. И я сразу вспомнила, что когда в Армении война, где бы вы ни были, вы сюда возвращаетесь. Это тоже очень сильно. Я никогда не оставлял Армению, когда был голод, когда был свет. Понимаете, когда у нас света не было, ничего не было, тогда я был в Америке. Есть свидетели. Беверли, очень богатые люди пришли. Меня предложили быть пастором. Мне зарплату, все, семью обеспечить. Я вернулся до темного времени. Они говорили, ты сумасшедший. Никогда я не оставлял Армению, когда было трудно. Сейчас церковь в стабильности. Сейчас идет все хорошо. В Армении все работает, все хорошо. Но мне надо быть там сейчас, где Господь ведет меня быть. А как ваша команда относится к этому, что вы часто уезжаете, именно команда в Армении? Ты знаешь, моя команда привыкшая, потому что я не был никогда такого пастора, чтобы в одном месте сидеть. Они знают, что пастор всегда двигается. Всегда. Через это мы получали церковь Ближнего Востока. У нас в Грузии так много работает. Сейчас классная церковь в Грузии. В Европе, везде. Они понимают, что ихний пастор такой. Но у вас везде армянские церкви. А в Америке, насколько я знаю, это не армянские церкви. там армянин. Это пермаранс, так по-моему. Там армянин. Но у нас, кстати, не везде армянская церковь. Есть в Германии тоже церковь, которая только там пастор армянин, и то он по-русски разговаривает. У нас в нескольких местах есть не армянские церкви. И, допустим, в Германии у нас есть в одном церкви. Это большинство бывших мусульманов. Но там пробуждение среди мусульман очень сильно. А во Флориде армяне – это наша семья и одна женщина замужем за украинца. Вот. А остальное, я думаю, наша церковь более интернациональная церковь. Славянская, да? Там на русском служении. И там на русский, на английский. Я был в шоке, что американцы начали к нам прийти. Я был удивлен. Со мной встретили сами мужчину с своим сыном. На молитвы приходит тоже много американцев, много русских, много украинцев. Ну, раз народы приходят. Я думаю, где Божий огонь горит, туда и приходят. Но больше наша церковь – это славянская церковь. Церкви примерно сейчас год, если я не ошибаюсь. И там уже примерно 800 человек. 700-800, насколько я помню. Ну, я не сказал бы 700-800. Понимаешь, народ приходит, народ уходит. Но уже есть люди, которые покаялись в нашем церкви. они точно, что это просто будет принадлежать этой церкви. Наше здание вот сейчас помешается где-то 300-70 стульев где-то стоят. И всегда зал полный. Плюс у нас есть отдельно подростковое служение. Плюс у нас отдельно детское. Когда все вместе собрать, больше 500 человек, там 500-550, может быть, на одном собрании. Ну, смотрите, 500, даже если взять 500, это довольно большое количество для церкви, которое существует в 6 месяцев. Как вы думаете, почему, если интервью снимают с пастором Артуром, там много просмотров? Почему, если церковь открывает пастор Артур, там сразу все забегают? Смотри, церковь никогда сильным не считается количеством. Церковь сильно считается качеством. Знаешь как, насколько эта церковь меняет погоду? Наша церковь реально делает евангелизацию. Сейчас было, вчера или позавчера, молодежное служение, аппаратуру все ставят и прямо возле моря, где все люди собираются, ходят и начинают проповедовать. Все на английском языке. Поют, проповедуют на английском языке. Это молодежь, у нас очень классная, активная молодежь это делает. Думаю, здесь не вопрос именем, даже насчет церкви. Церковь, может быть, 100 человек и будет, это сильная церковь. Потому что, может быть, церковь будет 10 тысяч человек, 20, это только будет на люди, которые их могут найти только в воскресенье, когда сидят. А в этом городе ничего не происходит. А может быть, церковь 100 человек, они климат города меняют. Поэтому сильная церковь считается, кто климат меняет. Я думаю, мы уже шагаем менять какой-то климат через евангелизацию, через это. То, что люди очень много меня приходят, слушают, или если я, приходят, соединяются. Я думаю, это не потому, что какое-то имя есть, а потому, что я с ними работаю, веду время. Иногда люди говорят, ну, это его имя, столько людей привозят, люди туда придут. А почему они это не делают? Я через Инстаграму, есть очень много пастеров, даже Инстаграму не имеют. Они не имеют ни социальные сети, ни Фейсбуки. Имеют Фейсбуки даже очень многие, но чужой именем, чтобы им лишние вопросы не задавали. Просто они наблюдают за всеми, но их там нет. Я, если ТикТоке, я, если Инстаграме, я, если в Фейсбуке и ВКонтакте и везде, где есть соцсети, там есть, я решил, где дьявол, там я. Все сейчас проповедуют, ТикТок такой грязный, там дьявол, я должен быть там. Пускай много не смотрят, но свою лепту я должен туда привезти. Сейчас мне пишут, вот сейчас я, если открою, только Инстаграм я на открою, минимум 30-40 человек пишут. Ты знаешь, сколько из Амедики пишут? Из Калифорнии, из разных местах. Почему пасторам не пишут? А когда ты человеку помогаешь, ты вводишь, 6 месяцев письмами отвечаешь, 3 месяца, ты доступен просто. А как этот человек не придет, если ты там? Когда ты его духовном составе, когда его поздение, ты рядом стоишь и помогаешь. Или даешь слово, или молишься за них. Это не что-то такое, а просто контакт через служение, через Бога. А почему вы думаете, если начнете ездить везде служить, то это будет вашим падением? Как вы думаете, почему такое понимание? Из-за чего может быть падение? Ну, сразу скажу, это для меня, для другим не касается. Это чисто моя жизнь. Я привыкну. Привыкну к гостиницам, привыкну к хорошим приемам, привыкну к церкви, в воскресенье пришел, уважение получил. Понимаешь, каждое воскресенье уважение получалось. Приехал, допустим, сейчас меня приглашают в Швеции, там собрание везти, оплачивают все. И билеты, и гостиницу, и будешь кушать в ресторане. Церковь аблотирует, принимает. Потом встал, приехал туда куда-то в Украине. Потом в Россию где-то. Потом приехал в Германию, Голландию, Белгию. У нас, я поговорю про свои платформы. Не в Швеции, но в другие страны. Я могу ездить по нашим платформам. Везде принимают тебя. А нет опасности, что ты привыкаешь к этому? Никогда не берешь время людей. А попробуй, когда тебе 56 лет, пастырская ответственность берешь. Всегда проблема. А знаешь, что такое пастырская ответственность? Когда собираешь 10 человек, и твоего присутствия тонют, они будут биться друг с другом. Ну, не биться, просто кусаться, или что-то такое, недопонимание. Пастыр, это как-то хорошая смазка между деталями. И когда хорошо смазаны детали, она, эта машина хорошо сработает. Берешь время из ничего что-то получить. Не то, что люди ничего, а ничего нету, а что-то получаешь. Вот это есть. Я собираюсь не взять ответственность только на Флориде. Придет время, вы увидите церковь и в Париже, и в Мадриде. Уже не армянские, я не говорю про армянские церкви, я говорю про национальные церкви. У нас в Ближнем Востоке очень хорошо получается, у нас есть национальные церкви разные. Я верю, что пробуждение среди этих народов. Я сейчас молюсь и стремлю, чтобы Господь дал, сколько жизни даст Господь, сколько буду служить. Кстати, как вы находите людей? Вот, например, вы говорите, да, сейчас смотрите Париж, и одно дело, я понимаю, как вы подняли пасторов в Армении, сейчас вы передали своё служение, например, есть Армен Люсян, есть другие люди, но они рядом с вами служили годами, десятилетиями, и потом только стали пасторами. В Америке, но он молодой, ещё только начинает, вы с ним только познакомились. Как происходит, почему вы решили именно довериться им? Смотри, в Армении только все выросли у меня, а здесь намного легче, потому что все из мира пришли, приняли, библейские школы научились, и рядом со мной начали воспитываться. Допустим, сегодня возьмём горы, смотрят, в горы столько, много людей слетят, это не так, что горы были и просто слетели и так сверху, он так сильно служил Богу, он и его жена Анна, они домашней группе начинали, были лидерами, они здесь церковь начали, в деревнях, они просто отошли с Еревана, даже Анна в наших деревнях рожала детей своих, одного ребёнка, там родила даже, Джессики, и они просто потихонечку, наши служители, они поднимаются лифтом, наши служители поднимаются лестницей, у Давида была песня лестницы, такой, в Америке это и сложно, все лифт хотят, все хотят лифт, и даже церковь, когда начиналась, очень, намного больше людей было, что ушли, все приходят, а какую позицию я здесь получу, они уже веруши, какую-то позицию, а мы показывали, что это не позиция, хочешь служить, служи, и, ну ты здесь Виталика знаешь, у нас там очень сильная пастерская команда. Да, я знаю, Толик, Стас и все, но они все новые люди, просто мне интересно, как происходит передача. Через, через того, что Господь показывает людей, показывает людей, что это самое, этот человек будет тем, тем, этот человек будет тем, и они тоже готовы, они приходят, говорят, мы хотим быть в этом служении. Вы не боитесь молодых людей дать ответственность, молодым. Мы же другое поколение, а может быть, я не хочу сказать менее ответственное, но менее стабильное. Мы можем находиться то там, то там, то потом менять планы и так далее. Нет, я боюсь старикам дать. Почему? Потому что они неизменяемые. Они то, что знают, то и будут делать. Молодежь, то, что скажут, что будут делать. Понимаешь, вот смотри, есть самолеты, военные самолеты. Возьмем американские армии, в российском, вообще везде, маяки, все как-то такие. Эти самолеты стоят миллионы. Я однажды этот пример услышал у одного американца, мне так понравилось. Он говорит, что эти самолеты стоят миллионы долларов, я не знаю, сколько миллионов. почему государство доверяет эти большие самолеты молодым пилотам и не боится. А мы не доверяем даже чай, чтобы молодой делал. понимаешь, я люблю и старшую поколению, и молодое поколение, но молодое поколение это газ, как машина вся, это газ. Старшее поколение это тормоз, машине оба нужны. А ошибки молодых вас не раздражают? Вы же уже такой опытный, и команда у вас здесь в Армении опытная. И когда вы берете рядом молодых людей, не раздражаетесь? Когда я был молодым проповедником, мне было 27 лет. У меня была очень хорошая встреча с Лестером Самбролом. Тогда был Лестер Самброл, Ульф Эйкман. Вообще, благословленный человек. В тот день, я думаю, Боже мой, я с Тиле Осборна знал, лично с ним общался. Я знал Лестера Самброла, я знал Эдвин Кола лично, Ора Робертс. Такие люди сейчас, они все на небесах. Я могу всех назвать имена. Дерек Принц рукой. И думаю, Боже мой, какой же я старый. Ну вот, сидели, Лестер Самброл был, Ульф Эйкман был, Карл Густав. И тогда Лестер начал делиться, а Ульф начал добавлять. Они сказали, когда будете брать людей на служение, вы даже не знаете, что они будут ошибаться. Настройтесь на их неуспех, настройтесь на их не ошибки. Вот с этого момента я настроен так. А вы собираетесь выходить на пенсию или нет? А что такое пенсия? Отдых, наверное. Наслаждение того, что вы сделали в течение жизни. Понимаешь, наслаждается в молодости. В старости нету там наслаждения. хотя, я думаю, старость это единственное время, когда лень оправдана. Когда ты ленивый, это оправданно. Понимаешь, чем ты взрослешь, чем тебе меньше хочется что-то делать, куда-то ездить. допустим, вы молодые, хотите полететь туда, там отдыхать, на море испугаться. А знаешь, мне не хочется это. Я так устал летать, всю жизнь летал, все это самое. И чем ты старше становишься, тем меньше. Понимаешь, я думаю, то мудрость, то опыт, который Господь мне дал, всегда понадобится. Лестер говорил, этот мир очень глупый. Человеку дают опыт, 40 лет, потом его на пенсию отправляют. Нет, так не буду. Я думаю, до пастырского служения я буду служить до 65 лет. Еще 9 лет впереди я буду создавать много церквей. Уже два мига два команды у меня будет. Это команда здесь и команда в Америке. Это два команды. Мы построим большой мост и очень много места будем брать. Я думаю, армянская команда работает на Ближний Восток, то американской командой я Европу зайду. Европу и Америку разные церкви. будем поднимать, начать церкви. И 65 лет я полностью сдам свои служения. Я верю, что должен передать служение поколениями. А почему вы решили 65? У меня новое служение будет. Откуда вы знаете? А потому что я знаю. Я всегда чувствую время. Если Господь дашь жизни, конечно, столько времени, это все от Бога зависит. и я просто буду быть там в одном месте, чтобы тренировать пасторов. Я буду просто человеком, который создан для пасторов. Когда я был пастором, у меня было сложное состояние, ситуация, никого не было, чтобы мне помогал. У меня пастор был Йонгий Чо, сперва был пастор Ульф, и очень трудно было достучаться, в смысле, надо было звонить пару минут или поехать туда встречаться. Но были пастора мои друзья, с кем я делился. Сергей был, Зоев моим другом, Леня Малько был моим другом, Витек, ну, очень много людей были мои друзья, и я с ними мог общаться. Мацулла был, и это было хорошее благословение для меня, когда с ними общаюсь. Но так как пастора, это дефититное время общения пастором. Потом, после Ульфа, когда он ушел в католитизм, сверхъестественная вещь произошла, что Йонгий Чо приехал сюда. Я помню этот день. Это было очень сильно. И он предложил, чтобы он был моим пастором. Он сам предложил. И он очень много не помог, когда Мессия Санна проходил. Сейчас он тоже на небесах. Но когда мне было сложно, просто ты хотел всегда с пастором поговорить. И я знаю очень много молодых ребят сегодня в пасторском служении, они одиночестве. Пасторы это одинокие люди. Хотя много людей их окружают, но они одиночестве. И я хочу быть тем человеком, который будет центром восстановления для пасторов. Я буду иметь место, домик какой-то, в каком-то природе, не знаю как, где. Пасторы будут приезжать ко мне, я для них буду готовить. Я кроме того, что пастор повар, готовить я умею. Я для них буду готовить пищу, кормить их, сидеть, сочувствовать, советовать и отправлять. Вот это будет моим служением. Надеюсь, там будет личная комната для нас, Серёжи. Ну, если по старам встанете. Ты же знаешь, что для тебя всегда есть комната у меня дома. Я, кстати, знаете, когда вы рассказали про Лестера Самбрелла, у меня такой был флешбек, я вспомнила, как вы собрали нас, мы ещё были детьми, по-моему, мне было 13-14, вы собрали нас здесь, посадили. Тогда мы игрались дома, но вы позвали, привезли кассету, поставили и сказали, сейчас мы будем смотреть проповедь, последняя проповедь Лестера Самбрелла. У вас было сильное время, сейчас, когда назад идём так, как много мы учились, потому что смотрели проповеди, вы постоянно у меня дома, как вы что-то приготовили, спагетти или пиццу или что. Кстати, вы любили то, что я готовил. Я для тебя картошку жарил всегда. Я знал, что картошкам тебе всегда угодить возможно. Мы ещё игры играли, я помню, библейские игры играли, отвечали на вопросы, сколько всего у нас было. Сколько вас учил я, как надо подняться, как в Инстаграм зайти. Как вас Инстаграм научил я. Я так помню, вы приехали, по-моему, из Европы приехали и начали... В Армении вообще Инстаграма не было. И рассказали нам... Мне, кстати, Биргита Экмана, жена Ильфа Экмана, она учила, говорит, есть Инстаграм, сейчас в Америке только начинается, но это будет популярно. Она мне научила. А вы приехали сюда, я помню, и нас научили, а мы с вами нашли туда. Первый Инстаграм, я как раз вчера зашёл, это 10-й год был и 11-й год был. Я вижу, там только 4 человека лайкают, это Эстерка, Анна и ты, и вот это, и вот это, вместе общались. Да, хорошее было время. Вы знаете, ещё вы сказали, что у вас много опыта, да, я понимаю, и также вы сказали, что очень сложно быть пастором по местной церкви, потому что каждое воскресенье нужно менять проповедь. Я знаю вас больше, ну, осознанно знаю ваши проповеди больше 20 лет, и ваши проповеди постоянно меняются. И я часто вам пишу сообщения, что эта проповедь воскресная точно была подготовлена для меня, то есть лет 20 подряд уже вы пишете разные проповеди, и каждый из них как будто вот лично для меня. Как вы это делаете? Я не пишу. Я как человек, даже удивляюсь, что у меня несколько книг, я 7 книг у меня есть. Я как человек, я знаю мои способности, это не я. Я молюсь. Я очень сильно люблю молиться, я молюсь Бога, и Бога искания у меня всегда. Бог мне даёт. Сперва он даёт название проповеди. Потом мои проповеди я могу видеть, как кино, как картину могу видеть. Если я был бы художником, к сожалению, не художником, я мог бы нарисовать мой проповедь. Я вижу его. Я вижу, что людям нужен. И в конце, что я делал, уже местописание только. Вот сегодня, допустим, суббота, будет у нас проповедь, да, что я вижу, что Пётр прыгает из лодки и начинает ходить. Это так сильно. Понимаешь, все художники, ну, большинство художников, и Карл Рогустов это любит говорить, рисует, как Пётр тонет, но не рисует, как Пётр ходит. И знаешь, порой это как похоже на меня, всегда прыгать из лодки. Но вот все в Америку уезжали в 90-м году. Ставил перед посольство Америки, чтобы уехать в Америку. Бог говорит, прыгай из этой лодки, поезжай в Армению. В мусульманских странах церковь прыгнула из лодки. Сейчас вроде бы все нормально, ты должен просто поплыть в этом лодке. Опять прыгнул, сейчас во Флориде оказался. Думаю, Господь, когда-то я сяду в этом лодке и буду сидеть. Вот это я вижу сейчас. Ну, как вы сказали, после, как вам будет 65, сядете. Опять прыгну. Хотя да. Я прыгну в другое служение. Наверное, что-то новое будет. А не бывает разве так, что вот завтра служение, завтра суббота, а проповеди до сих пор нет? Что вы делаете? Бывает. А что делать тогда? Молюсь. Иногда бывает, что я не должен проповедовать. Кто-то должен проповедовать. Просто я звоню этого человека, говорю, слушай, что ты мне не говоришь, что у тебя откровения есть? Пастор, откуда ты знаешь? Я говорю, ты будешь проповедовать в это время. Кстати, какие откровения в последнее время вы получаете? Что-то новое, что никто еще не знает? Может, вы поделитесь? Знаешь, это очень трудно, когда проповедник откровения получает, и никто не знает. Во-первых. Во-вторых, больше про Иисуса. Я понял, что мы мало знаем Иисуса. Последнее откровение, что я проповедовал, когда Петр, Иоанн шли на гору с Иисусом Христом, но он взял своих учеников и преобразился. И потом туда пришли Илья и Моисей. И вдруг Петр говорит, давай построим здесь, поставим палатки как-то, что-то построим для тебя, для Ильи и для Моисея. И там голос Бога. Это мой сын, идите за ним. Понимаешь, они Иисуса в одном уровне поставили Моисеем и Ильей. Я думаю, Моисей это был символ закона. Илья был символ нарушения закона, благодати, может быть. Сегодня так много людей ссорятся учениями, кидаются учениями. Это учение, это учение, это учение. И учение приносит агрессию. Если ты не согласен с этим учением, ты просто агрессивно, люди на тебя нападут. Просто напиши, что я не согласен с этим учением. Эти комментаторы нападут на тебя и будут бить тебя. Но у тебя же мнение, почему никто не уважает. А когда ты идешь за Иисусом, у тебя нет агрессии. У тебя нет ничего. Моисей и Илья ушли, а Иисус спустился с ним. А что, Моисей и Илья спустились с ним к людям, помогать людям? Нет. Иисус спустился. Больше откровения про Иисуса. Я хочу любить Иисуса. Я тебе рассказывал эксперимент, который я сделал. Я сделал такой эксперимент, взял мое поколение, плюс-минус, там вещь ниже, и дал задачу, чтобы они, ну, они не знали, что это эксперимент, просто собрал, говорю, ребята, давайте полчаса будем говорить про Иисуса. Подтянули семь минут. А Иисус любит нас, слава Богу, Он так благословляет нас. Потом взял молодое поколение, они подтянули три-четыре минуты. Потом я взял другую группу людей и сказал, давайте про Иисуса, будем говорить про Месси, про Рональдо, про войну, про церковную политику, про поведников. И через 30 минут я не мог их остановить. Знаете, русская очень мудрая, хорошая пословица, чем богаты, теми рады. Я понял, мы бедны. Почему мы сегодня можем поклоняться человека, то, другое, потому что мы бедны Иисусом Христом. Еще, как часто же мы спорим на темы татуровки, алкоголя, и так далее, и так далее, да, стоит просто семечко кинуть, и все, все взорвутся и просто убьют друг друга. Слушай, я однажды поехал к женщине, у чьей сын умер. Стоит гроб, и женщина держится за гроб, единственный ребенок, рыдает. Я пришел, обнял, скажи, но если я скажу, что я делал, какое учение ему помогло? Ну, прийти, какие-то женщины рассказывают, татуировка правильная или нет, алкоголь правильный или нет, благодать или закон. Ничего. Ее это ничего не нужно. Я обнял Гавриус, дорогая, твой сын не умер, он живой, он в объятии Иисуса Христа, и ты там будешь, ты встретишь. Буквально какие-то дни она обняла, она начала сказать, спасибо вам, первое утешительное слово я сегодня получил. Ее нужен был Иисус. У нас у близкого человека, у нас с вами общий человек, умер папа недавно, и вы были на похоронах, ей было очень тяжело, вы, наверное, знаете, о ком я говорю, не хочу имя сказать. И она говорит, со мной рядом было так много людей, но все равно мне было тяжело. А потом зашел пастор Артур с Люсиной, они подошли ко мне и стали на колени, они просто обняли меня, и ее муж тоже говорит, мы стали рыдать, и нам стало настолько спокойно в душе, и потом, говорит, наши все родственники спрашивали, кто эти люди, что стали на колени. Это правда, это так сильно, что иногда в такие моменты просто нужно быть рядом, просто обнять и перестать чего-либо учить и утешать. Ну, она сидела, плакала. Я не сверху просто утешал, просто на колени стал, чтобы стать ее уровнем, и начал общаться с ней. Всем нужен Иисус. Так сильно, так сильно, когда мы люди, которые могут принести Иисуса, потому что это одно из самых больших привилегий. Если это человек, который приносит Иисуса, то это так сильно, кстати, когда вы на сцену поднимаетесь, иногда я знаю, что вы проходите тяжелое время, но все равно поднимаетесь на сцену, улыбаетесь. И я так сильно чувствую каждый раз сильное помазание. Мне так нравится, что вы когда заходите, как будто утешение, Бог, Его слава все сразу заходит на сцену. понимаешь, понимаешь, Бог не отправил нам проповедовать свою жизнь, а Евангелие. На это есть сила. Мои волосы седые стали, за все атаки, гонения, которые имел, мы должны прославлять Иисуса. Я, по-моему, однажды рассказывал, как я ехал церковь проповедовать, и вдруг Люся звонит из Германии, говорит, врачи сказали, что Анна умрет, надежду больше не дают. А в Армении были вы в этот момент? Я был в Армении, да. Я ездил на проповедь. Приезжаю в церковь, чтобы подняться, служить, и вижу наш Алискин Артур и Баграт сидят, плачут. Я говорю, что случилось? Говорит, наша Эдика, директора миссии нашего, нашего друга, убили в Сирии, взорвали его. И еще одного человека там, нашего служителя. А мне надо проповедовать. Конечно, у нас церковь понимал бы это, я вышел бы, сказал бы, все поняли бы, но это время жена Астаг, жена Эдика не знала, а мы должны были еще прийти туда, ей рассказывать, а то все люди позвонили бы, начали соболезновать, но я должен был проповедовать. Я когда про Анну узнал, думал, Баграту или кого-то скажу, чтобы они проповедовали, но когда это все увидел ситуацию, я помню, кроме меня никто не пойдет туда. Я не помню, как я проповедовал, потом заканчивается служение, заканчиваю служение, прямо за кулисой захожу, сижу, даже до комнаты не захожу, и с платформой, что спускается, это за кулисом уже, сижу на лестнице, и начну рыдать и плакать, говорю, Господь, что это было? Я не мог бы проповедовать Бога, это моя благодать. Я плакала в течение проповеди, потому что я просто не понимала, как это возможно. Я слышала ваши слова, даже я получала надежду, утешение, зная все, что происходит, и не понимала, как это возможно. Это сверх наших сил. И также я помню, мы с мужем один раз вам задавали вопрос по поводу того, что мы рассказывали, что не хотим иногда проповедовать, говорить из-за того, что как будто иногда думаем, нет подходящего опыта для этого, меньше истории, и что хочется накопить истории, опыта, и потом только делиться. Я так помню, хорошо ваш ответ, вы тогда тоже сказали, а зачем вам ваш опыт, чтобы проповедовать? Вам же нужно проповедовать Евангелие. Я так помню эти слова, они вцепились в мою жизнь, и я тогда уже поняла, что реально нам же нужно зацикливаться на Библии, изучать, понять Иисуса и проповедовать именно Его, и тогда уже всё меняется. Я это научился, к этому еще был 30 лет, когда одна женщина, очень хорошая учительница Библии, она не имела ребенка, но ей было лет 28 даже. Говорит, я не буду больше проповедовать про исцеление. Я говорю, почему? Она говорит, потому что если у меня не получается ребенок, как я могу проповедовать, что Господь исцеляет? Я говорю, слушай, Бог не призвал нас проповедовать нашу жизнь, Господь призвал нас проповедовать Евангелие. «Ну ладно, сейчас у меня точка на небесах». Понимаете, когда она болела ликемией, это время несколько человек исцелился через меня от ликемии. А это что, значит, Бог не исцеляет? Господь исцеляет. Но со мной произошел, мой опыт не должен стать больше, чем Евангелие. Время приходит, когда твой опыт, твой личный опыт, всё вниз надо, пусть это Евангелие поднять вверх. Да, да и аминь. Вы сказали, что вы прошли очень много гонений. Я лично тоже видела, как много со стороны всего происходит вокруг вашей имени. Как вы думаете, как относиться к хейту, если звучат громко голоса, которые осуждают? Остановиться, утихнуть какое-то время или просто продолжать идти вперёд? Ну, в самом выражении хейт нельзя слушать. Есть мнение. Понимаете, мы должны, мы не можем удержаться мнения, всего общества. Понимаешь, если взять общество, для кого-то ты красивый, а для кого-то некрасивый, для кого-то ты вау, а для кого-то ты просто надо таких людей убить. Разные люди, разные понимания. В жизни надо иметь очень близких людей, авторитетных людей, сперва, духовных, авторитетных, потом друзей, потом семью. И слушаться их мнению. Вот, допустим, если возьмём твою жизнь, ты должна смотреть, что твой личный, твой пастор о тебе говорит, что его помощники, пару помощников про тебя говорит, все твои друзья, что про тебя говорят, и что твоя папа, мама и родственники про тебя говорят, на этом ты должен остановиться. Не иди дальше. Понимаешь, если ты хочешь быть популярным, тебя будут завидовать. я заметил, что есть у человека две дороги, или тебя завидуют, или тебя помогают. Какой мы выбираем? Если тебя завидуют, тогда на тебя и крики, и всякие сплетни, и всё. но не поднимайся больше, если я тебе ставлю. Я всегда так думаю, любой момент. Вот сейчас я хочу подняться, церкви начать. Готов ли я, чтобы опять будут говорить? Готов ли я, чтобы уже по-английски обо мне будут говорить, потом по-французски обо мне будут говорить? Если не говорят, пожалуйста. По-французски можно, мы не понимаем. Нет, ну тогда же тебе касается. Давайте тогда сейчас тормоз нажать и остановиться. Всё это остановится. А чем дальше, тем больше будет. поэтому бери группу людей, что о тебе думают, и не смотри дальше. Весь мир не будет тебе договориться. Посмотри жизнь Иисуса. Вы знаете, тут мне кажется, на мой взгляд, очень важно кроме друзей и семьи обязательно иметь наставника постаров. Который скажет про тебя, что говорит про тебя. Потому что обычно друзья и семьи, они всегда восхищаются, поддерживают, помогают. Они очень редко чем-то недовольны. А вот постарай, я знаю, что 100% скажут, потому что не раз бывало, что вы меня останавливали. Ну вот ты недавно хотел, ты права, вот это же, ты хотел, но не будем называть, какую программу делать. Я тебе сказал, Джасмин, это не твое, не делай это. Ты послушайся. сразу, сразу, моментально. Ты мог бы делать это, но, понимаешь, если ты это сделал бы, я сказал бы, ты не права, но, в смысле, я не писал бы, это на тебя повлиял бы, но люди сменённым Господь дает благодать. Я знал, что это не твоя тема, хотя бы ты мог бы это успешно смотреть, делать всё, но ты потерял бы вот это или другое, или другое, которое ты имеешь силу. Всегда человек, мы должны взять свою сильную сторону. Но, видите, я могла бы не спросить. Вот из-за этого, говорю, насколько важно мне нам пришаться? Ты такая, что ты всегда спрашиваешь всех. Нужно, не нужно? И на порог ты слишком больше спрашиваешь. Не всех, я спрашиваю только у вас, у Папы Сергея. Нет, я говорю, ты со мной мне всегда спрашиваешь. Я у вас спрашиваю всё, потому что для меня вот это как раз-таки закон. Я верю в то, что в насто... Я верю очень сильно в наставничество пастора, в этом благодать. Спасибо огромное. Во-первых, спасибо, что вы есть у меня в жизни, не перестану повторять. Потом спасибо, что поделились своими мыслями. Я просто уверена, что люди, все те, которые смотрели, они получили кучу откровений, как и в прошлые разы. Я не побоюсь сказать, что я очень люблю эфиры с вами. И ещё один раз просто благодарю за то, что вы уделили время, хотя сегодня должны служить на служении. Спасибо огромное. Благословление вас. Тоже люблю. Я обнимаю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok